В Волгоградской области будет разработан кодекс предпринимателей. Документ вберет в себя все формы поддержки малого и среднего бизнеса. К работе по созданию кодекса областные власти намерены привлечь как самих предпринимателей, так и общественные организации. Рассказывает Елена Лыкова. Как поддержать малый бизнес? С помощью каких механизмов в регионе можно создать условия, благоприятные для тех, кто хотел бы открыть свое дело? Эти вопросы стали главными на заседании профильного совета по развитию предпринимательства, который состоялся в областном правительстве. Говорили о том, что уже сделано. В регионе работает специальная программа, созданные гарантийные и микрофинансовые фонды. Большим спросом пользуются бизнес-инкубаторы. Владельцам малых предприятий предоставляются преференции. Компенсируется процентная ставка по кредитам, возмещаются затраты на закупку оборудования, предоставляются налоговые льготы. Возможно, все эти механизмы будут объединены в отдельный законодательный кодекс. Предпринимательский кодекс, который вобрал бы в себя все возможные в рамках законодательного поля и полномочий субъекта федерации, законы, формы поддержки, инициативы, формы взаимодействия, решения проблем для предпринимателей, который мы должны создать за полгода и сделать все, наконец, для того, чтобы бизнес на территории Волгородской области мог бы с гордостью говорить, да мы развиваемся здесь. Однако не у каждого предпринимателя, тем более в сельских районах, есть возможность обращаться напрямую к властям. И здесь, уверены в правительстве региона, необходимо привлекать общественность. Сейчас в нашей области на свободных началах трудятся уполномоченные по правам предпринимателей, а также создаются организации по защите прав владельцев малого бизнеса. И таких объединений должно быть как можно больше, уверены в региональном правительстве. В каждом муниципальном образовании у нас было отделение либо деловой России, либо опоры России, либо общественная организация дела, либо предпринимательского объединения, вот Беляков, который возглавляет, все равно каких, но главное, чтобы голос предпринимателей там был услышан. Кирина Лыкова, Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.